В областном законодательном собрании прошел правительственный час. Его посвятили текущей ситуации с коронавирусом. С докладом перед избранниками выступил профильный заместитель председателя правительства. Сергей Кучец проинформировал о смещении общей картины заболеваемости в сторону омикронштамма. В связи с этим дневной прирост больных перевалил за 2000. Это 10 место в Приволжском федеральном округе. Сергей Кучец отметил низкий уровень вакцинации среди населения старше 60. Именно эта категория тяжелее всех переносит новый вид инфекции. А вот школьников уже наоборот допустили кочной форме обучения. И отменяются данные меры, в том числе в тех или иных возрастных группах, в связи со снижением заболеваемости тех или иных возрастных групп. На данный момент коечный фонд занят на 4 пятых, при этом общий резерв больше 3000 мест. Одна из задач региональных властей – сохранить его. Другая – обновить и доукомплектовать больничный автопарк. Плюс сберечь медицинские кадры, организовать реабилитацию пациентов после перенесенного коронавируса и продолжить вакцинацию населения, в том числе детей старше 12. Депутаты высказали за публичное обсуждение намечаемой реформы здравоохранения. Обсудив с общественной палатой, с медицинской палатой, со всеми фракциями, поняв, что это действительно улучшит качество здравоохранения на местах, качество прежде всего, мы можем дальше двигаться. Это нельзя делать, как кусками резать. Сегодня пол хвоста отрезали, завтра пол еще чего-то отрезали. Отдельная тема развития телемедицины, по словам Сергея Кучица, во время ковид-истории ее роль возросла. В Ульяновском центре телемедицины уже обработали более 75 тысяч вызовов. В то же время депутаты считают, что пока не все пациенты воспринимают взаимодействие с докторами в онлайн-формате.